Более 250 спортсменов Южного федерального округа выступили на первых состязаниях нового сезона Международной Лиги Дзюдо Триумф Энерджи в Армавире. В городском центре Единоборс прошел первый тур Южного дивизиона, в который вошли 16 команд из Краснодара, Армавира, Новороссийска, Туапсе, Ростова-на-Дону, Волгограда, Севастополя, Керчи, а также Республика Дыгея и Калмыкия. Проект Детской Лиги Дзюдо Триумф Энерджи, это проект, который объединяет нашу страну и объединяет близлежащие страны. Вообще изначально планировалось, что будут порядка 25 стран участвовать, и вот это четвертый сезон, мы постепенно-постепенно развиваемся. Начинали мы с двух дивизионов, сибирский и уральский, в этом году 7 дивизионов, плюс подключаются иностранные команды, казахи, монголы, белорусы. У вас в дивизионе еще Абхазы участвуют. На четырех татами развернулась борьба между юношами 2009-2010 годов рождения. Каждая команда представила по два состава, по 8 человек в каждом. Всего в рамках первого тура спортсмены провели порядка 40 встреч, в ходе которых решалась судьба как одного борца, так и всей команды. Тамерлан Ниба выступал за Краснодарский край и уже в первой встрече ему удалось побороть старшего и сильного соперника. Победитель первого краснодарского края до 15 лет. Это повыше чуть категория, чем я. Я на категорию ниже выиграю. По большей части не помог выиграть партер, а так можно было получше побороться. Так вроде бы все нравится. Пока бросков нет, будем стараться бросать. Победа в этом турнире – это только начало соревнования южного дивизиона. Продолжится во втором туре в Новороссийске и в третьем в Майкопе. Лучшие восемь сборных по итогам командного зачета смогут выступить в финале дивизиона с 14 по 16 апреля в Волгограде. Всего в сезоне 2023 года Международной лиги дзюдо «Триумф Энерджи» примут участие порядка полутора тысяч юных спортсменов из 89 российских и зарубежных команд. Инна Лепеткина, Евгений Халманский, Служба информации, телеканал А360, Армавир.